Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева, Черкесия, в студии Дарья Тензин. Сегодня отмечается праздник, объединяющий неравнодушных, отзывчивых, милосердных людей, которые видят свое призвание в помощи тем, кто в ней нуждается. День социального работника. Эта работа относится к той сфере деятельности, где важны не только профессиональные знания и навыки, но и личные качества специалиста, такие как сострадание, душевная теплота и гуманное отношение к людям и их бедам. В этот день выражают сотрудникам социальных служб благодарность за ответственное отношение к профессиональному долгу, за внимание и чуткость, за терпение и мудрость. Среднепрофессиональный колледж Северокавказской государственной академии 60 лет. Шесть десятков лет назад, когда он еще назывался Черкесский политехнический техникум, раскрыл двери первым студентам – каменщикам, плотникам, штукатурам и мастерам отделочных работ. Тогда перед учебным заведением стояла очень важная задача – оперативно восполнить кадровый дефицит по этим профессиям. Несмотря на сложности того времени, с этим оно блестяще справлялось. Мадина Каракетова далее. В день 60-летнего юбилея образовательного учреждения те самые наставники, которые стояли у истоков, были самыми почетными из приглашенных. Фоном звучит, как здорово, что здесь мы сегодня собрались, Олега Митяева, что придает особенно шарм этой встрече. Здесь специалисты, преподававшие в разные периоды, и студенты, получившие в этих стенах свою первую профессию и путевку в большую самостоятельную жизнь. Хочу в первую очередь низкий поклон свой обратить к ветеранам нашего колледжа. Вы очень тепло сегодня отзываетесь о нашем учебном заведении. Прошу каждого из вас, берегите себя, будьте, просто будьте, будьте рядом с нами, больше ничего не нужно, потому что все, что вы сделали в свое время, мы достойно несем и пронесем дальше. В юбилей среднепрофессионального колледжа в адрес его преподавательского состава и студентов поступило множество поздравительных адресов. Депутат парламента Карачаева-Черкесии Алексей Ганшин зачитал поздравления от главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. Вы верно храня традиции старшего поколения педагогов, делаете все для того, чтобы обеспечить республику и впредь подготовленными, квалифицированными кадрами для промышленных и автодорожных предприятий Карачаева-Черкесии, развивая не только образовательный потенциал молодежи, максимально реализуете творческие способности студентов, в том числе в спорте и волонтерской деятельности. От всей души желаю коллективу колледжа дальнейших совместных успехов и новых побед. Менялись руководители, наименование колледжа, методики обучения, но колледж всегда достойно выполнял свою главную задачу, готовил высокопрофессиональные кадры для всех отраслей экономики республики. Колледж по праву может гордиться своей историей, отметила министр образования Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. И сегодня в стенах колледжа обучаются сотни студентов, работают десятки педагогов и все славно справляются со своими основными задачами. Также колледж и вся республика гордится своими выпускниками, которые успешно сегодня работают не только на территории нашего субъекта, но и далеко за пределами Карачаева-Черкесии. И, конечно же, были награды. Награды за труд, за успехи и достижения преподавателей и студентов колледжа, за участие в общественной жизни республики, развитие волонтерского и благотворительного движения. Сегодня среднепрофессиональный колледж СКГ остается таким же востребованным, как и во все эти десятилетия. Здесь реализуется 16 образовательных программ в очной и заочной форме обучения, 1500 обучающихся, ежегодно колледж отпускают до 300 специалистов. Самым основным результатом являются те проекты, в которых мы участвуем. Наши студенты являются победителями всевозможных конкурсов профессионального мастерства. Наши преподаватели, победители, второй год мы остались победителями всероссийского конкурса «Мастер года». Это те маленькие капли, те маленькие шаги, наверное, из которых пишется история. Не только грамоты и премии получили в праздничный день преподаватели колледжа. Благодарные студенты, отличающиеся не только в учебе, но и своими талантами, организовали яркий концерт с эстратными и танцевальными номерами. В колледже поддерживаются не только наши успехи в учебе, рассказывает студент второго курса и председатель студенческого совета Керамбаев. Я выбрал этот колледж, потому что он является единственным колледжем федерального масштаба из 20 колледжей в Карачаево-Черкесской республике. И знаете, этот колледж имеет довольно длинную и почетную историю. Я хотел бы стать частью этой истории. Как видите, немножко получилось. Хочу сказать большое спасибо преподавателям, потому что, извините меня, они терпят таких студентов, как мы, которым и побегать, и попрыгать, и обязательно поучиться. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашебуков, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Лето – пора отпусков, каникулы и активного отдыха. Особой популярностью среди молодежи пользуются самокаты, гидроскутеры и другие средства индивидуальной мобильности. Чтобы отдых был не только активным, но и безопасным, и сотрудники госавтоинспекции напоминают жителям республики о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Подробности Оли Баташева. История Ющенко любит кататься на самокате. Летом для этого есть все условия – время и хорошая погода. В самокате очень нравится ездить, потому что это уникальный вид транспорта, так как можно расслабиться с друзьями, покататься, повеселиться. Ощущение приятное, когда катаешься. А ты знаешь, какую скорость на нем можно допустимую развивать? До 25 км в час. Ты соблюдаешь этот скоростный режим, да? Цель профилактических бесед – напомнить о правилах дорожного движения водителям средств индивидуальной мобильности – электросамокатов, гидроскутеров, моноколес. Главное правило – не выезжать на дорогу – автомагистраль. Пересекать проезжую часть можно только пешим ходом, говорят сотрудники госавтоинспекции. Посмотрел направо, убедился, что автомашин, проезжающих на данном участке, нет. Только в этом случае можешь переходить, введя за собой вот этот скутер в обязательном порядке. То есть проезжать на нем через проезжую часть категорически запрещается. Переходить через дорогу надо пешим ходом в обязательном порядке. Также хочется обратиться касаемо скорости движения. Максимально допустимая скорость движения управления на СИМ у нас 25 км в час. Самостоятельно управлять СИМами можно, начиная с 7 лет. Не все дети соблюдают правила. А это может привести к трагедии. Вообще, к сожалению, на территории Российской Федерации уже зафиксирован ряд фактов ДТП с участием в средствах мегальной мобильности, с летальным исходом в том числе и с тяжкими последствиями очень много ДТП. К счастью, у нас подобных дорожно-трассных происшествий на территории Карачао-Черкесской республики не было. И хотим сделать так, чтобы их не было вообще, в принципе, нас никогда. Соблюдение правил дорожного движения позволит сделать летний отдых детей безопасным, сохранив их жизнь и здоровье. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Путевка веселые летние каникулы. В Афимтеатре Черкеска прошло открытие школьных лагерей. О том, насколько дети ждали его и какие программы для них подготовлены, расскажет Майя Хамдохова. Детский школьный лагерь – прекрасное место для детей, где есть возможность найти верных друзей, усвоить жизненные правила и получить грамоты за активное участие в мероприятиях. Все как в школе, но без оценок. Я в лагере буду отдыхать и всегда буду признавать свои ошибки, если я ее сделаю. Признавать свои ошибки в школьном возрасте – важное качество, которое научит быть лидером. Ведь школьный лагерь не только про детство, но и про взросление. Всем привет! Меня зовут Лукьянченко Вероника. Я из 11-й школы. Мне 10 лет. Вероника, скажи, тебе нравится здесь сегодня? Да, мне очень нравится. Тут весело, интересно и не скучно. Для организаторов очень важно, чтобы дети хотели возвращаться к ним снова и снова. Как ни крути, угодить детям в таком возрасте можно, если они сами этого захотят. В этом году все лагеря, школьные лагеря будут работать по программе Орлята России. Все наверняка знают, что наши дети были посвящены и теперь работают по этой программе социальной активности. Весь год они проходили 7 треков, сейчас они отдыхают. Программа Орлята России, лагерная, да, Содружество Орлят России, она настроена на то, чтобы мы детей объединили, чтобы они стали друзьями, чтобы было больше игр, больше улыбок, развлечений. Каждый лагерь имеет свое название. Мой лагерь – это Алые паруса. Будет работать 21 день с 1 июня по 26 июня. Привлечь их внимание концертной программой, вкусной едой и развлекательными мероприятиями придаст сплоченность, нравственные качества и решительность. Все те качества, которые станут основой для социального развития и будущего детей. Майя Хамдохова, Алий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Состязание стойкости и силы духа. В станице исправной Зеленчукского района прошел турнир по вольной борьбе, посвященный воинам Карачаева-Черкесии, погибших в зоне специальной военной операции. Соревнования собрали более 150 юных борцов со всей республики. За ходом схваток наблюдал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Эти соревнования для юных спортсменов являются значимым событием. Приятно видеть, что в этом небольшом спортивном зале станицы исправной проводятся такие турниры, которые посвящены нашим героям, отдающим жизнь, отстаивая интересы нашей Родины. И сегодня подрастающее поколение должно заниматься спортом и развиваться, отметил на открытии турнира глава администрации Зеленчукского района Александр Шайдаров. Мы должны помнить ребят, которые у нас погибли в зоне СВО. Также мы должны помнить и помогать тем ребятам, которые сейчас там находятся, оказывать всякую помощь. И проведение данных турниров, оно необходимо, чтобы у нас было сплочение наших народов, живущих в нашей республике. Для нашей станицы это большое событие. И отрадно видеть, что наши дети занимаются спортом и достигают высоких результатов, отметил глава исправной Александр Березовский. Он пожелал юным спортсменам успехов и новых побед. Мы гордимся, что у нас вырастает достойное поколение. И от лица тех, кто находится в зоне спецоперации, желаю вам всегда достигать намеченных целей, отметил участник СВО Андрей Руденко. В этом турнире не будет проигравших. И мы благодарны всем другим спортивным школам, которые откликнулись и приняли участие в нашем турнире, а также тем, кто поддержал его проведение, отметили организаторы соревнования. 150 человек участвуют на соревнованиях. Можно сказать, из других районов тоже есть отличные команды. И район есть. Ребята очень хорошие, перспективные ребята. И именно такой турнир для них большой стимул. Именно цель, количество, чтобы для детей был большой стимул. Хорошую физическую подготовку и мастерство демонстрировали юные участники турнира. Эти соревнования дают нам возможность оставаться в спортивном тонусе и, конечно же, отточить технику ведения борьбы, уверяют борцы. Очень хороший опыт. И очень хорошую... Вот мы разминку делаем и всегда помогает нам. Мы становимся сильнее. Мы хотим поблагодарить нашего тренера, Кипкеева Азрита. Мы всегда его слушаем. И он всегда нам помогает, если что у нас что-то не получается. По завершению победители призеры турнира по вольной борьбе были отмечены медалями и кубками. Алик Алипшоков, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА